всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем карьеру фифа 21 за кайзерслаутерна вы ответили на мой вопрос по поводу вратаря спасибо вам большое в комментариях написали о том что можно отдать в аренду если что потом обратно выкупить за определенную сумму это конечно речь о нашем втором вратаре молодом талантливом но который не играет и я думаю что нужно его отдать в аренду разумеется на пол сезона для начала а там посмотрим и если что можно свободного агента подписать вратарям если не получится там вернуть или денег не будет хотя деньги будут на свободного агента либо вообще поставить полевого игрока такое тоже возможно как вы меня замерзав верили давайте сразу переходим тогда в центр составов престон удалить из аренды погоди а я уже его я уже его выставлял я думал я отменил выставил и отменил но нет нет он в списке аренды у нас и так но его пока никто не желает подписать именно но хорошо может быть дождемся напоминаю что сегодня у нас впереди встреча против минхенской баварии в кубке германии это будет эпичное событие я думаю событие всего сезона посмотрим как мы справимся с самой сильной командой бундеслиги много 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 лет и а я бы хотел новую перекличку в комментариях запустить тогда я спрашивал как где вы смотрите там за перекусом на работе и так далее вы многие написали в комментариях очень не было интересно читать а теперь я прошу тех кто смотрит эту карьеру написать в комментариях с какого года вы начали интересоваться футболом и за какую команду вы болеете это конечно речь про реальный футбол будет интересно почитать конечно же и так что пишите свои футбольные истории именно с чего вы вдруг начали болеть и за кого и почему стал вам интересен футбол реально будет интересно. Так что в комментарии, ребят, и читайте у других тоже. Думаю, занятное общение получится. Ну, а мы начинаем матч с Карлсруэ. Но нет, сначала пресс-конференция. Отличное начало сезона. Как вы думаете, сможет ли ваша команда пробиться в дивизион выше? Каждому игроку отведена своя роль. Кайзер проводит победную серию. В пяти матчах команда ни разу не проиграла. Против Карлсруэ вы продлите свою серию. Мы в прекрасной форме. В прошлой игре вы одержали блистательную победу. Как вам кажется, ваш соперник Карлсруэ нервничает? Надо меньше думать о сопернике. Думать нужно о своей игре. В данном случае. Самоуверенность такую показали. Но посмотрим. Насчет Даяку. Все просят также в комментариях меня переучить его на позицию левого полузащитника. Но я там пробовал. Очень много недель на это потребуется. Думаю, что оставим его. ПФА, ЛФА и ЦАП. ПОЗИЦИЮ. Нормально он тут играет. Смотрится. Плюс 3. Получает. В целом неплохо. У Крафта вообще плюс 5. Вообще замечательно выглядит. Да, надо не забывать про ротацию, потому что там опять по два матча в неделю у нас будет перед Баварией. Не хотелось бы, чтобы команда устала. Но не сейчас. Там после матча с Карлсруэ две недели перерыва, в которые надо воткнуть дополнительные тренировки. Иначе команда немножечко растеряет тонус, так называемый. ПОЕХАЛИ. Стартовый свисток. И игра началась. Чив-Чив подключается по флангу. Тут вообще никого. Кляйн Зорги пяткой на Крафта. Сам же Кляйн Зорги пытается забежать, но Крафт берет на себя. Удар в дальний угол. Я ждал забегания Кляйн Зорги. Чтобы обратно ему выкатить ближе к центру. Ближе к створу, скажем так. Но что-то он как-то не забегал. Кляйн Зорги. Еще сейв Голкипера. Два сейва подряд. Аенза опередил защитников. Аенза перекидывает Голкипера. И получилось. Но там защитник подстраховал. Технично сыграл Экерт Аенза. Но даже этого не хватило, чтобы забить пока что. А это уже Эмилио Крафт по центру убегает. Эмилио. Эмилио. Передача на дальнюю. И замыкать. Нет гола. Нет гола. Спахич выручает. 33-я минута. Карл Сруэ немножко перехватывает инициативу сейчас к концу тайма. Давление Кайзера спало. Не забили мы свои моменты. К сожалению. И теперь шансы у соперников уже. Крафт. Нет. Далеко отпустил мяч. На широком шаге здесь было не войти в штрафную. Нет ли офсайда? Удаяку. Есть офсайд. Чуть-чуть побыстрее нужно было любить еще отправлять его в прорыв. Там еще и крафт открывался справа. А вот у крафта офсайда не было. Но туда попробуй вырежи. Крафт. Обманул одного. Идет дальше. Передача на фланг. Дайаку. Вот неплохо. Вот неплохо. Экерт Айензе. Экерт. Ну вроде убрал уже вратаря. Но не перебросил. Низом пробил. Галкипер все же парировал удар. Крафт. Прекрасно. Клянь, Зорге. Клянь, Зорге. Ну тут уже совсем совсем доверного Айензе не мог не забить. 1-0. 53-я минута. Знаете, во втором тайме Карл Сруя зачем-то побежали вперед и стали раскрываться очень сильно. Появились зоны. Ну а Кайзер Слаутерн под моим руководством умеет этими зонами воспользоваться. Даяку. Здорово. Чивчи. Подача на Айензу. Айенза. Выиграл позицию у защитника. Но мяч далеко отлетел при приеме. Атака завершилась. Айенза. Здорово. Крафт. Нельзя прощать. Нельзя. Никто не встречает. Вратарь не выходит. Конечно, нельзя такое прощать. Эмилио Крафт. Очередной гол. Айенза. Очередная голевая. Ну вот при счете 2-0 можно сделать замену уже, я думаю. Я вообще думал пяткой Айенза отдаст. Но он с разворота отдал. Получилось ничуть не хуже. У Крафта девятый уже забитый мяч. У Айензы 11. Так, пора выпускать Пурье. Молодого Ягера-Егера. И... Наверное, молодого Ланга. Почему бы и нет? Вместо Шада. Да, правый фланг у нас будет опять экспериментальным. но я готов на это пойти. При счете 2-0. Эмилио Крафт. Ягер. Подача. Нет. До Пурье мяч не дошел. Красиво. Ягер. Крафт. Ягер. Еще одного проходит. А тут подстраховка уже. Не, ну, в качестве дриблера это, наверное, один из лучших наших футболистов, конечно. Надо его немного иначе использовать. Постараться все-таки привыкнуть к его манере игры. И тогда, конечно, он будет тоже у нас очень звездным футболистом. Ягер. Так, очередной его забег. Там Крафт вторым темпом. Здорово. Эмилио в дальний. Не зашло. Разобрался все-таки Крафт. Идет дальше. Пурье. Пурье в ближний. Ванзайт. Первое касание, по-моему, за матч Марвина Пурье. И сразу Галешник. В качестве запасного нападающего по-прежнему хорош. Но тут гол сделал, конечно, Эмилио Крафт. Один в один обыграл и выдал голевую передачу. Правда, не самая, знаете, удобная позиция была. Острый угол. Тем не менее, в ближнюю почти девятку. Анимация вратаря вот в FIFA мне тоже не нравится при пропущенных мячах вот этих вот. Когда они просто заваливаются вот так. И причем это из года в год не меняется. Чивчим на Даяку. Даяку. Там Марвин Пурье опять здорово. Ай, ну Даяку совсем не получился у него пас. Но Пурье опять опережал защитника, выбегал и готов был замкнуть атаку Даяку. Эмилио Крафт. Егер открывается. Прекрасно. Подача на Пурье. Марвин. Дубль 4-0. Добежал все-таки до мяча и слета положил. Здорово. Вы знаете, Егер хорошо вышел, и Пурье хорошо вышел, и Ланг хорошо вышел. Все замены не ослабили хватку. 4-0. Все лучше и лучше. Кайзер смотрится. Все лучше и лучше. Все увереннее и увереннее во второй Бундеслиге разбирается со своими соперниками. Я говорю, пора посмотреть себя на фоне мощной Баварии. 4-0. Разгромная домашняя победа. Лучший игрок встречи Эмилио Крафт. Оценка 10-0. Гол, голевая, очень много созданных моментов. Целиком правильные и своевременные финты. Оба игры 1-1. Но опять вел игру. Но у Пурье тоже 10-0. За дубль. За сколько там? За 15-20 минут он успел этот дубль оформить. Экер Таян за 9-5. У него гол и голевая. В общем, многие сыграли очень здорово. Поставил я 13-го и 19-го числа дополнительные тренировки вместо отдыха, чтобы поддерживать тонус команде. Сборная Парагвая зовет. Отклоняем. Следующий матч против команды Union Berlin. Она располагается вслед за нами в таблице на третьем месте. Отставание, конечно, внушительное. 8 очков от Кайзера. Тем не менее, если они нас обыграют, то будет уже 5. Не хотелось бы. Лучше оторваться еще дальше. И да, по-прежнему Фортуна, как видите, идет без потерь и опережает нас на 3 очка. Но сейчас на 6, но у них матч, у нас матч в запасе, у них на матч больше сыгран. Как-то так. Итак, еще раз смотрим в календарь. Видим, что здесь через 4 дня на пятый матч следующий чемпионат. И потом вот в этом матче чемпионата нужна будет небольшая ротация перед Баварией. Потому что там 3 дня отдыха всего лишь. И потом сразу кубок. Ну, а пока что играет основа. Даяку, кстати, вроде в рейтинге поднялся. 76 уже. Это хорошо. Да, никого не меняем. Победный состав не меняют, как известно. Начинаем. Показывают футболиста соперников. Причем он с геймфейсом. Возможно, главная звезда. Стартовый свисток. Гостевой матч начался. Эмилио Крафт и на Аензу. Убежит ли Аенза здесь от защитника? И ведь получается. Аенза тут, правда, на него налетают уже со всех сторон. Клянь Зорге. Перевод на Чивчи. Дальше Любичич. На Даяку. Даяку! Немного расторопности не хватило. Зикингер. Двоих заблочил. Дальше Даяку. Пытается раскачать один в один. Делает передачу какую-то странную. По-моему, с пасом у Даяку не все в порядке. Уже в который раз я вижу, что пас совсем у него не идет. Хотя ранее вроде отдавал голевые. Не знаю. Чивчи на Даяку. Даяку возвращает. Айенза пытается забежать. И Даяку тоже. Немного торопливости лишней пока присутствуют в атаках Кайзера. Эмилио Крафт на Чивчи. Сам же Крафт забегает. Здорово! И передача на пустые. Е. Но пережал я, видимо, кнопку паса. Чуть послабее и тогда на Айензу все вынимай. А так мяч пошел на дальнюю штангу. Эмилио оффсайд. Бэлла Качап один в один. Очень здорово. Действовал сейчас Любичич на контратаку Крафту. Крафт! Крафт не торопится. А может быть стоило? Чивчи на Экерта. Экерт назад. На Любичич снова Чивчи. Даяку пытается открыться. Айенза пытается открыться. И что они сотворили сейчас? Айенза на Крафта! Какая красота! 1-0! Вот это раскат. Вот это я понимаю. Вы видели изящный пас от Чивчи обратный? Такого оборона Юниона точно не ожидала. 1-0 Кайзер впереди. Все лучше и лучше, повторюсь. Все лучше и лучше. Все креативнее и креативнее атакуем. Ай, какой пас изящный вразрез неожиданный. Креативный ход от Чивчи и оборона вскрыта. Ну и крафт пустые забивает. Десятый гол уже у Эмилио. Даяку прокидывает на ход. Прострел и Аенза чуть не успел к мячу. Шат видит Кляйн Зорги. Не было там офсайда, но судья останавливает матч. Отправляет команду в раздевалки. отдыхать на перерыв. Ну, я не знаю. Мог и позволить завершить атаку. Сулейман Абдулай слился с газоном. Нападающий соперника не заметен. Пока что не хочется опять же сглазить, но оборона у нас здорово справляется. Несмотря на все владение мячом, посмотрите на владение. 65% у Юниона у нас всего лишь 35% и всего лишь по одному удару команды совершили за тайм. Борьба не шуточная. Крафт на широком шаге, как он любит. Ну, а дальше? А дальше вратарь. В разрез на Кляйн Зорге Крафт. Тот хотел вернуть. Опять красивая атака. Крафт. Подача на Аензу. Красиво. Только Аенза. Или что там? Вратарь вытащил? Я думал Аенза промахнулся. Нет, Аенза бил в створ. Там реально голкипер выручил. Крафт очень точно навесил. А сейчас то же самое. Роста не хватило Экерту. Чевчи на Кляйн Зорге. Тот обратно на Чевчи я пытался вырезать передачу. Нет, снова игра меня немного не поняла. Пас пошел иному футболисту. Атака завершена. Ничем. Снова дам шанс Пурье Егеру. Ну, счет 1-0, поэтому Ланга не буду выпускать. А выпущу лучше Ридонда, чтобы он не засиживался на скамейке. Время от времени пусть выходит. Егер на Пурье. Марвин. Кто поддержит? Марвин. Назад на Крафта. Передача в центр. Любичич, Крафт. Егер. Егер. Разберется один в один? Попытался. Финцзидана сделал. Не вышло. Белла Качап. Какую передачу оформил вперед. Егер. В центр на Крафте. В недодаче немного. Марвин Пурье открывается. Бьет в дальний угол. Вратарь суперсейв делает. Очень опасная атака. Зикингер в последний момент подставляет ногу и отправляет мяч на угловой. Очень скользкий счет. Минимальный. Подача. Спахич намертво. Егер должен догнать. Догоняет. На Крафта. Аааа. У того не получилось. Силу немножко оставляют уже Крафта. Из-за этого пас не прошел на Пурье. Ответ Юниона. Фернандес против Белла Качапа. Готовит передачу. Видно прям. Перевели мяч. И Спахич. Прекрасный сейв. Еще один опасный момент. Да, Юнион включился на последних минутах. Сейчас важно продержаться. Еще одна подача. Спахич. Кулаками. Через себя передача. Скидка. Еще один удар. Эмилио Крафт выигрывает борьбу на втором этаже. Егер. Пурье. И вот она контратака. Ридондо. Ридондо свежий. Побежал, побежал, побежал. Широко на фланг. Подача. Марвин Пурье. 2-0. И вот и у Ридондо получилось подать как следует. Ну, а Пурье очередной гол забивает, выходя со скамейки. Хорош. 2-0. Мы отрываемся от третьего места. Команда очень сильно радуется. Ну, тяжелый момент был в поединке. На грани того, чтобы сравнять, был Юнион. А тут контратака. Ну, Ридондо филигранно вырезал. Может быть, прибавил к передачах. Или это одна из десяти. Скорее всего, второй вариант. Это одна из десяти удачных. Иногда и у него получается, но редко. Ну, а Марвин Пурье как заправский суперфорвард не прощает соперника. Одиннадцатый гол и у Пурье. Смотрим на оценки футболистов и опять Эмилио Крафт лучший игрок матча. 10-0. Что он творит вообще? Деннис Эгертаенза с рейтингом уже 74. То есть, он поднялся в рейтинге. Обращается к нам. Я рад тому количеству времени, что вы мне даете проводить на поле, тренер. Спасибо. Горжусь тобой. Так, я жду от тебя большего. Давай, горжусь тобой. Я горжусь твоей упорной работой. Скоро ты будешь чаще выходить на поле. Но он и так выходит всегда в основе. Кляйн Зорги график развития. Так, вышел на хороший уровень. Но здесь, вот когда так пишут, насколько я помню, надо менять план развития. 72 уже Кляйн Зорги. Да, видите, уже ничего не разовьется у него. Хотя, любое поставь сейчас ничего не прокачается. Похоже, он реально достиг максимума. И теперь надо смотреть. Ну вот, инвертированный крайний полузащитник, хотя он не инвертированный, он просто у нас крайний полузащитник. Ему если поставить, то скорее всего у него регресса такого сильного не будет. Короткие передачи, дриблинга и так далее. Ну ладно, оставлю флангового полузащитника тогда. Но Кляйн Зорги достиг реально максимума. Экерт Аензе. вот я заметил его прогресс. Но посмотрите, если мы оставим мобильного нападающего, то тут срок 15 недель. Если поставим ловкача 10 недель, таргетмен 11, а разносторонний 11. Ловкача надо ставить. Завершение, атакующая позиция, силы удара, пенальти, удары верхом, ловкость и реакции у него прокачаются. Давай, будешь немножко ловкачом у нас, Экерт. У Эмилио Крафта 2 недели и будет рейтинг 80. Дорогие друзья, понимаете, да? Что же с ним не так, а? Почему он так быстро растет? Ну, ответ прост, потому что в каждом матче он является лучшим футболистом на поле. Ну, что ж, домашний матч в чемпионате, а потом Бавария, как вы помните. Здесь у соперника узкая схема, против нее иногда сложнее играть, иногда проще, зависит от уровня сопротивления. Ну, и как я говорил, здесь нужна небольшая ротация перед Баварией, поэтому Егер выходит, Пурье выходит в основе, Ридондо выходит в основе, Ланг, наверное, Ридер выходит в основе вместо Любичича, да, Зесса вместо Чивчи, Крафт останется, но я его, наверное, поменяю по ходу встречи. Вагнер, давай в запас вместо Даяку, да, я рискую результатом в этом матче, но готов на это пойти. Также Готвольд, наверное, сыграет, или Винклер, не, давай Винклер вместо Зикингера, да, и на этом замена, я думаю, закончится. Эккерта Айензу я выпущу на минуте, там, 70, наверное, чтобы он вышел, все равно продышался, может быть, даже успел забить. Крафта нужно обязательно заменить, и, пожалуй, что Шадана, Ланга. Такие вот замены, я три планирую. Все остальные пусть готовятся к Баварии. Да, рискую результатом в чемпионате. Учитывая, что первое место Фортуна вообще не теряет очков, это дополнительные сложности у нас вызовет, но надеюсь, что и ребята из резерва покажут себя и справятся. Еще и в дождик играем. Опять же, дополнительные трудности, но поехали. На Ридондо какая передача, не знаю, догонит ли он ее, нет, его скорости не хватило. Херхер, который Херчер, вроде правильно произносится, точнее его фамилия, выдал сильный пас, довольно-таки острый, но чересчур сильный. А вот это неплохой раскат. Удар в касание, Спахич на месте. Еще один удар в ближний угол, не точный, к счастью. И опять проникающая передача. Крафт. Здорово. Йегер. Йегер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ведь ты левша. Ну а почему не попал на подкрутку в дальний угол? Все же здорово было сделано. И смещение, и открывание, и пас. Псих главного тренера. Могу понять, могу понять. А это уже пас на Марвина Пурье. Марвин. Марвин. А вот Марвин Пурье показал молодому Йегеру, как надо забивать. 1-0. Вот с минуты 15 стали появляться провалы у соперника. Опять же, по правому флангу в основном. Чуть сместился вправо как раз Пурье. Открылся в эту зону, получил, убежал и спокойно забил. Йегер на Пурье. Долго. Слабенький пас, поэтому долго. Пока дождался Пурье этого мяча. Пока попытался сделать дальше пас. Уже накрыли. Хороший угловой. Еще один удар по воротам соперника. И еще одна подача. Это уже было качап. Выше перекладины. И опять на Йегера. Тот врывается. Красиво разворачивается Марвин Пурье на противоходе. Хотел поймать защитника. Не получилось. Ридер. ЗСА. В касание на Марвина. Марвин. Проблема с обработкой помешала забить. Белла Качау справляется с навесом. Шат. Середина на Ридера. Дальше в касание на Крафта. Крафт в касание на Пурье. Контратака блестящая. Марвин. Ну и конечно не прощает. Дубль Пурье. Главное организовать быстрый выход в атаку. А дальше уже наши креативные ребята разберутся. Много передач в касание было и очень точных. Даже Ридер отметился и удивил меня этим. Крафт-то понятно. Кто если не он у нас должен так раздавать. 13 голов у Пурье. Он опережает Аензе. Несмотря на то, что меньше играет в последнее время. А у Ридондо-то опять пас прошел. Пурье не забил, только в штангу попал. В миллиметрах был от хэт-трика. Эмилио. Сам он еще не забивал. Пришло время. Пришло время. Очень организованный выход в атаку у нас стал. Ну то есть я уже знаю куда играть заранее еще до приема мяча тем или иным футболистам. Я знаю куда отдавать. Я знаю куда кто забежит. Поэтому так легко получается контр-атаковать и забивать один за другим. Несмотря на сложность Ultimate. Один за другим. Ну и плюс у нас состав. Вы видели, да? Он реально мощный. Он уже для Бундеслиги. Для второй десятки Бундеслиги. Точнее для второй восьмерки. Ой, для второй девятки. Там же 18 команд. Насколько я помню. Вот. Для второй девятки Бундеслиги то, что нужно уже. Учитывая, конечно, буст за форму, за тонус и так далее. Я думаю, прямо сейчас можно заменить Крафта на Ритера. Пусть сыграет. Кроме того, я хотел еще заменить Шада на Ланга. Ну, Пурье пока пусть играет. Ну, а теперь на 68-й можно Экерта Айензу выпустить. Может быть, успеет тоже свой гол оформить. Вот, например, сейчас Экерт. Ай-яй-яй. Тут я сам виноват. Надо было что-то придумывать. Я видел, что вратарь уже сближается. Но ничего. Не изменил в своем решении ударить в угол. Спахич потащил. Ридондо. Зесса. Ридондо забегает. Получает заброс. Нет, заброс пошел на Егера, который разворачивает защитника. Нет, не разворачивает. Эх, Егер. Чего-то тебе все время не хватает. Ну, вообще сложность ультимейт. Вот почему он не так хорош. Финты здесь почти не работают. Зесса. Ну, давай на дальнюю. Там абсолютно один. Да. Риттер. Который покидает команду, когда откроется окно трансферное. Но забивает сейчас. 4-0. Ну что, штампуем победы. Штампуем одно за другой. Вышли уже вот на такой уровень своей игры. И сейчас вот Бавария нас проэкзаменует на таком уровне игры. Все. Кстати, это третий сухарь подряд. Не стоит об этом тоже забывать. Руководство нам пишет, задачи не выполняются. Увеличение узнаваемости бренда является важной задачей. Однако текущее положение дел показывает, что данная задача может быть не выполнена. Мы просим вас не забывать про конкретные задачи. Так, узнаваемость бренда одного молодого игрока и серия пять сухих матчей. Но вот сейчас мы на пути к этой задаче. Три матча из пяти. Если мы еще в следующей серии я смогу два матча сыграть без пропущенных, эта задача будет выполнена. Но здесь не знаю, успеем ли мы из Академии двух защитников подписать, найти, а точнее в Академию. И вот еще нужно игрока подписать, у которого потенциал там выше. Не знаю, поглядим. Итак, пресс-конференция перед матчем с Баварией. Играем мы дома, между прочим. Сможет ли Бавария пройти в следующий раунд кубка? Кстати, а вот серия из сухих матчей имеется в виду и кубок? Если да, то не выполним. Игра будет непростой. Впереди непростое испытание для парней, но такая победа будет только слаще. В прошлой игре вы одержали блистательную победу. Как вам кажется, ваш соперник Бавария нервничает? Надо меньше думать о сопернике. Игрокам нужно думать о тренировках, а не о психологическом состоянии соперника. В последнее время ваша команда находится в прекрасной форме. Как вам кажется, удастся ли сохранить эту форму? Отвлекаться нельзя. Ну что, настрой максимальный у команды. Итак, главный матч этой серии. Кайзер против Баварии. Смотрим состав. Микаэль Кьюзенс у них под нападающими. Команд слева Гнабри справа. Хендерсон Закария в опорной зоне. Альфонсо Дэвис Варан Матип Кимих Оборона. Варан мотив пара центральных защитников. Вот тогда взяли защитника из Реала и из Ливерпуля. Ладно, Мануэль Нойер на воротах и, я так понимаю, Мартинес, это какой из Мартинесов нападений? Лаутаро, наверное. Ну, состав изменился у Баварии, как вы видите. Буквально прошло полтора сезона, но уже такие изменения глобальные. Ну, окей. Окей, трансферов мюнхенцы проводили достаточно много. Все равно состав очень мощный, разумеется. У Крафта уже рейтинг 80. Даже двух недель не понадобилось, он уже прокачался. ВО дает. ВО дает, конечно. Ну что, как у нас там запас? Тоже в порядке. Да, Пурье плюс 5, Ридондо плюс 6. Кстати, ничего себе, тоже форму набрал. Ну вот, за голевую передачу, за игру в старте. Егер 72 прокачался, кстати. Риттер, Зесса, Ридер и Ланг. Вот такие запасные. Основу я подвел, они никто не уставший. Ну, давайте, что ли, начинать этот поединок. Выход нашей команды показываю. Там Крафт первым в сером пиджеке появился. Но я бы хотел посмотреть выход Баварии, а вот и он. Варан как раз-таки. Рафаэль. Ну ладно. Состав, конечно, неожиданный у Баварии. Я уж не думал, что столько изменений в составе за полтора года произошло. Ну ладно. Напоминаю, что задачи руководства по кубку мы уже выполнили. Уже до 1-8 дошли. Это и есть 1-8 финала. А в прошлом сезоне мы дошли до 1-4 даже. И там потерпели поражение от команды Бундеслиги Хофенхайма. Практически без шансов. И то была сложность легенда. А здесь у нас команда стала намного крепче, сильнее, опытнее, избалансированнее. но и соперник у нас сильнее, чем Хофенхайм. Разумеется. Ну что ж, показывают вратаря. От Спахича, конечно, многое зависит, будут ли у нас шансы. Если он будет спасать, то будут. Если он не сделает ни одного сейва, то шансов, наверное, никаких. Интересно, будет ли играть Бавария как в реальности, с высокой линией обороны? Если да, то у нас могут появиться моменты, могут появиться шансы на то, чтобы убежать и наказать мюнхенцев. Экерт Айензе. Там, конечно, Нойер, который выходит из ворот, но да ладно. Понеслась. Да, и не стоит забывать о дополнительном штришке этого матча. Даяко играет против своей команды, по сути. Пытался подать, Кимих его накрыл. Чивчи заряжает, но нет, таким ударом, я думаю, Нойера врасплох не застать. Хендерсон против Крафта. Ну, Крафту точно нужно себя показывать с его прогрессом. Он уже должен стремиться к такому именно уровню, в какой мягкий заброс на Камана. Счастью, офсайт. Крафт, красиво. Кляйнзорге, подача, опять накрывается. Успевают накрывать. на угловые зарабатываем. Эмилио, на вес. Там очень высокие ребята, у Баварии сложно будет. Я пока стараюсь вообще без риска играть. Максимально точные передачи, максимально безопасные. Да, Яку, что с тобой? Куда каждая атака Баварии и сердце замирает. Белла Качап шикарен. Как заблокировал, как успел, а? Экерт Аензо, Крафт, Аензо, и давай вразрез, но там Альфонсо Дэвис, не, там Кляйнзорге не убежать. Зикингер теперь справился с Альфонсо как раз, Эмилио Крафт, а вот тут Дэвиса-то нет. Кляйнзорге! Подача! Рикоши. Опять накрыли навес. На Аензо я вырезал. Даяку. А проверить Нойера в ближний! Ух! Штанга. И Крафт пролетел мимо мяча. Я уже пытался добавить в пустые. Лаутаро. Альфонсо Дэвис. Кинсли. Неточный пас. Первый тайм мне очень нравится как мы смотримся, но надо было, конечно, Даяку забивать. Такой шансище. Кляйнзорге. Давай на дальнюю. Не, ну сложно. Там Даяку просто оставляют постоянно. Эмилио. Эмилио Крафт. Ну, я не уследил за временем. Судья опять нашу атаку останавливает, отправляя команду на перерыв. Вы знаете, пока все в порядке. Надо продолжать так же. Любичич справился с Кимихом. Классный пас. И контратака. Эмилио Крафт. Эмилио. Экертаенза. на Кляйнзорге. Кляйнзорге. Подача. Крафт или или Нойер. Все-таки Нойер. Чевчи. Даяку пытается открыться. Быстрые защитники, к сожалению, у Баварии. Так просто не отклеится. Крафт видит забегание. Кляйнзорге. Тот пробил поворотом и все равно накрыли. Не на вес накроют, так удар накроют. И сделал это, конечно же, Альфонсо Дэвис. Но ему, знаете, тяжеловато против Кляйнзорге. Крафт. Подача. Нойер. Да. Роберт Левандовский вышел. Ну вот, сейчас начнется веселье. Нет, не справился он здесь. Один в один. Крафт отборолся. Красавец какой. Чевчи. О, Бавария включилась, ребят. Бавария включила прессинг. Белла Качап. Так, терпеть, ребят, терпеть. Чевчи. Здорово разобрался. Херчер. Вперед на Экерта нет. Белла Качап. Шикарен. Накрыл Левандовский. Чевчи. Херчер. Ну, в центр. Любичич. Экерта Енза пытается открыться. Остановил, остановился и здесь его накрыли. Очень долго он как-то корявенько обрабатывал передачу. Ну что, Пурье, давай. Давай, Пурье, давай. Давай, Пурье. И свежий Егер. Опять же, третья замена пока остается за мной. Зикингер. Шикарный очередной отбор от наших защитников. Кляйн Зорге. Крафт. Никого нет. Никого нет. Надо бежать. И вот сейчас передача. Класс защитников. Вот спасает Баварию класс защитников и скорость. Крафт отобрал. И сам же, сам же открывается в середину. Эмилио. Эмилио. Кайзер открывает счет. 1-0 на 79-й. Экер Таенза перед уходом на скамейку запасных. Ну и Крафт. Крафт сделал этот гол. Во-первых, отобрал. Отдал передачу, ускорился и голевую. Спокойно. Спокойно. Ведь Гнабри и Ливандовский вышли у Баварии. Все равно они не могут пока вскрыть нашу оборону. Терпеть. Терпеть. Еще там играть сколько? Сколько еще? 11 минут и еще плюс 3 добавят, наверное. Терпим. Серж. Перевод в центр. Микаэль. На фланг. Кимих. Закария. Хендерсон. Микаэль. Позиции все разобрали. Разобрали игроков. Готовимся перехватить пас если что. Пурье тоже участвует в отборе. Конечно же. Альфонсо Дэвис. Кинсли Коман. Альфонсо. Левую ногу кроем. Всегда левую у него. Закария. Перевод. Херчер. На опережение чуть не успел. Кимих. Микаэль. Внимательно. Внимательность. Кимих. Серж. Гнабри раскачивает. Чивчи хорош. Не пустил. Не пустил. Пять минут еще. Микаэль заменили. Фабиан вышел. Гнабри. Хендерсон. Оставили здесь Кимиха. Будет подача. Правую кроем. Правую. Правую кроем. Правую ногу. Правую. Здорово. Херчер. Просто вынеси подальше. Аут. У наших ворот. Гнабри. Херчер. Красавец какой. Чивчи вперед. Даяко. Даяко. Даже дриблинг тут демонстрирует. Пурье. Эмилио Крафт. Эмилио Крафт. На Пурье. Но это Мануэль Нойер. Ладно. Минута еще. Ребят. Опять одну добавили. В этот раз я даже не буду ничего говорить. Я рад что добавили всего одну минуту. И она уже завершилась. Мы выходим дальше. Прошли Баварию. Кайзер-то становится мощью. Команда из второй Бундеслиги проходит Мюнхенскую Баварию. Как и в жизни это случилось недавно. Только там не Кайзер. Ну там в реальности Кайзер вообще в третьей лиге. Там другая команда из второй Бундеслиги прошла в Кубке Баварию. А тут мы Денис Экерт Айенза забил единственный мяч после передачи Крафта. Но повторюсь Крафт сделал тот гол. Он отобрал. Сыграл на опережение. Отдал. Открылся. Протащил и отдал голевую. Фух. Это было потненько. Потненько было, да. Вы знаете, когда вышли Ливандовский и Гнабри стало даже попроще. Первый тайм был даже посложнее. Там реально на последнем в последний момент защитники выбивали мяч. Помните когда в пусты уже почти били и там Ливандовский как раз бил вроде и Белла Качап заблокировал. Вот там момент был вообще сумасшедший. До нашего вратаря вроде ни разу дело-то не дошло. У Баварии два удара всего лишь. Да. Ну что ж. Если мы побеждаем Баварию уже, я думаю мы точно готовы к Бундеслиге, ребят. тут уже без сомнений. У Крафта в этом матче оценка 8,2 но он все равно лучший. Конечно далеко до десятки но тут намного сложнее было уровень сопротивления как-никак. Но посмотрите на оценки опорника Любичича и защитников Зигингера и Белла Качапа у всех выше 7 и почти у всех выше 7,5 даже у Любичича чуть ниже. То есть они сыграли очень достойно и вот благодаря их игре главным образом мы прошли дальше. Так другие результаты одной восьмой Герта прошла Лейпциг прошел Франкфурт Айнтрахт прошел и Фрайбург Три матча еще не сыграны Боруссия Хофенхайм Майнс Вердер и Фортуна Вольфсбург После матчевого интервью довольного Алекса СДЖ Александра Слуцкого на самом деле Эта победа выводит вас в следующий этап Кубка Как вы оцениваете свои шансы на победу в турнире? Все зависит Качество игры Главное не сбавлять обороты Матч был равным но вы выиграли забив гол во втором тайме Как вы думаете что помогло вам сегодня выиграть? Концентрация Давайте на следующий матч Нойр просто блистал в воротах Трудно было ему забить Но нам есть чему у него поучиться Мы всегда изучаем игру хороших футболистов Нойр достоин того чтобы к нему присмотреться Разумеется Да Кубок засчитывался друзья И в следующей серии решится Сумеем ли мы эту задачу выполнить или нет Следующий матч ключевой Если на ноль сыграем то все 5 из 5 и задача достигнута Так Марвин Пурье Хотел сказать что в прессе меня во все обсуждают и я немного волнуюсь Дайте мне шанс доказать что я достойный играть в этой команде Состав меняется каждую неделю Вообще-то нет Ну ладно Так Отчет о молодежи Может быть кому-то стоит что-то поменять Ну вот Финг Ну-ка Наш новоиспеченный ЦЗ 9 недель Нет Ему не надо менять Оборонительный ЦЗ Пусть дальше прокачивается у него это все дело А всех остальных потом посмотрим наверное Хотя можно и сейчас Шинкель 10 недель Якорь А вот тут вот опорники полузащитник с отбором мяча быстрее прокачаются Но пусть пока якорь Пусть пока якорь Вот у Шмидца недавно был прогресс Вот ему можно поменять Если что А не надо менять У него опорник качается нормально Так ЛП Рихтер Пока рано ему тут смотреть Я по полоске смотрю По уровню заполненности Хан Хейнрих Да Ну вот Финг Это главная звезда у нас 5 5 звезд Финты Блин Финг который ЦЗ Ну ладно Стоимость Эмилио Крафта тем временем уже 53,5 миллиона евро Дояку на втором 18 миллионов Белла Качап 7,5 На третьем месте Акертоензе Далее идет 6 Любичич 5 миллионов Егер уже 4800 Тоже прибавляет Чивчи 3 миллиона 700 Все растут в цене Так или иначе Практически Ну за исключением Вот Ланга Да Вот у него потенциал падает Потому что он мало играет Его бы в аренду Конечно тоже отдать Грегор Вейзе И Вагнер У них Стоимость Тоже подросла Получили мы За выход Дальше В кубке 664 тысячи Евро Ридер Просится в состав На следующий матч Я подумаю Может быть и выпущу Любичич конечно Очень хорош Но и Ридер Не показал себя Намного хуже В прошлом матче Чемпионата Так что Почему бы И его не использовать Против Санхаузена Хотя они на пятом месте Могут составить нам Конкуренцию Такую серьезную А Фортуна Я вижу Потеряла очки То есть если мы побеждаем То сокращаем отрыв До одного балла Это здорово А также я хочу Посмотреть бомбардиров Конечно Пурье вышел на первое место Повторюсь Несмотря на то Что играет меньше сейчас Чем Экерта Йенза Забил 13 голов Србены какой-то Из Падерборна Тут ворвался 12 забитых Интересно Экерта Йенза 11 Крафта 11 Сумасшедшая статистика Для центрального Полузащитника У Крафта И 12 голевых У него Экерта Йенза 8 голевых Кляйнзорге 7 голевых Чивчи 4 голевые Тут Троевластия У нас Прекрасно Кляйнзорге Экерта Йенза Вот Экерта Йенза Смотрите Голевые раздает А Пурье Больше такой забивной товарищ Оба хороши В следующей серии Нам предстоит сыграть Декабрьские матчи Завершим 21 год И уже Откроем 22 Там У нас новичок придет Некоторые футболисты Покинут команду Появятся деньги На переподписание Контракта С тем же Крафтом Например Я их туда и потрачу Да Чтобы его не увели у нас Чтобы он был доволен Зарплатой Чтобы все было с ним Хорошо Я думаю Что он заслуживает Того Чтобы ему поднять Зарплату В 10 раз Ну то есть 5000 Да нет Даже больше Мне кажется Он десятки заслуживает Надо будет посмотреть Уровень зарплат Наших футболистов По-моему У Эйкерт Айен За там 12 Вообще 1000 евро Тогда вот На его уровень Надо крафта выводить Я думаю Он согласится с радостью И будет вообще счастлив И тогда Еще круче Будет прогрессировать Такие дела Да Надо посмотреть Прокачку К слову О прогрессе Да Бокс-то-бокс Быстрее всего Прокачивается По-прежнему Короткий пасс У него уже 88 Друзья Длинный пасс 76 Владение 86 Ну вот Темп и удары Прокачиваются Сейчас Главным образом Пока можно Пусть прокачивает Пока возраст Позволяет Ну и выносливость Уже 83 Поэтому он Перестал у нас Уставать Помните Я его менял Поначалу На минуте 50 Потому что Он уставал А сейчас Он перестал уставать Практически Ну и ловкость 79 Тоже очень хорошо Защиту До этого Подкачали ему Тоже неплохо Для бокс-то-бокса Разве что Чтение В защите Хромает Но его Никак не прокачать Кроме как Баланса Здесь При его позиции Решил Зайти в план Развития Спахича Здесь тоже Все хорошо Уже 73 Рейтинг Именно Развитие Вратарь Работает Рефлекс И нырки То что нужно Игра ногами Игра руками Уже не прокачивается Как и позиция Вратаря Но вот Рефлекс И нырки Еще покачаем Ну что ж Увидимся В следующей серии Я сам удивлен Что у меня получилось Наконец-то За всю серию Ни разу не пропустить Да еще и Пройти Баварию Я думаю Эта серия Заслуживает лайка Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok